Крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, победил на выборах главы государства, исходя из данных подсчета 86,59% голосов. Он удивил политиков и самих избирателей еще на праймере с предварительных внутропартийных выборах, позволяющих избрать лучшего кандидата или кандидатов от партии, которые будут участвовать в основных выборах в августе. Милей победил, набрав около 30% голосов и заняв первое место. На выборах 22 октября он уверенно прошел во второй тур. Стоит отметить, что его политическая карьера кажется экспертом неоднозначной, ведь сам он личность излишне эпатажная. Так, на одном из мероприятий он появился стоя на автомобиле и размахивая бензопилой. По его мнению, бензопила это символ того, как он покончит с политической кастой, сложившейся за последние годы в Аргентине. Расправится с буксующим госаппаратом, снизит госрасходы и поборет инфляцию, которая уже перевалила за 100%. Однако такие выходки никак не помешали ему одержать победу на президентских выборах. Определенное разочарование существует сегодня в Аргентине от, ну скажем так, классических традиционных политиков, которые многие годы занимают свои посты, но в то же время не дают каких-то четких ответов о перспективах развития Аргентины. Это определенная тенденция разочарования, политического, ну скажем так, недоверия к сформировавшимся политическим элитам. И вот на таком фоне возможно появление таких вот достаточно эпатажных, неоднозначных политиков, как Хавьер Милей. Многие высказывания Милея не раз вызывали бурное обсуждение в социальных сетях и критику со страны многих жителей страны. Например, он раскритиковал папу римского Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его представителем всего самого вредного на земле. Также политик не против продажи органов. Мое тело – это моя собственность, почему я не могу им распоряжаться, говорил он. Кандидат в президенты поддерживает свободное ношение оружия в стране, где за последние годы число преступлений выросло в разы. Но радикальных изменений стоит ждать не только в экономической и социальной сферах. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и Израилем, прекратив при этом связь с основными торговыми партнерами Аргентины, Китаем и Бразилией. Мотивирует он это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет вступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией. Чем обернется такая резкая смена вектора в политике, пока неизвестно. Остается только догадываться, как государство будет справляться с множеством нововведений. Данный политик четко ориентирован на западную модель. В частности, он неоднократно говорил, что образцом для подражания аргентинской политики должны являться Соединенные Штаты Америки, что в принципе связано, например, с его идеей о переходе на использование американского доллара. Революционные идеи Милея согласно опросу латиноамериканского стратегического центра геополитики вызывают страх у многих аргентинцев. Больше всего их пугает в Милее то, что он хочет провести сокращение расходов на социальную сферу. Что кандидат как человек нестабилен и авторитарен, и что он планирует долларизацию экономики и приватизацию. Между тем, такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса. Ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать с кем хотят. И без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. Он считает, что система абсолютно коррумпированная, неэффективная. И он считает, что большинство министерств их надо распустить. А вместо этого ввести определенную систему самоуправления. Но что это за система, он четко не пояснял. Понятно только, что он считает, что действующие министерства и ведомства работают не на благо рядовых аргентинцев. При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, а также санитарных норм. Главная идея Милея, как главы либертарианской партии, подарить людям свободу во всем. И никому пока неизвестно, насколько успешным станет его видение и ведение дел Аргентины. Елизавета Газизянова, Универ Новости.